Всем доброго времени суток! Я решила показать, что я сделала с брошкой. Я ее немного переделала, то есть немного, совершенно переделала. Я сейчас покажу, что я вырезала все нитки и намотала все на проволочке. Только такая не очень удобная проблема. Все собралось как будто бы неплохо. Но вот эти жгуты, их нужно как-то поджать поплотнее туда, вот вовнутрь. Но я сделать этого совершенно не могу. У меня нет такого инструмента. Вот, поэтому пока вот так. И еще я, наверное, взяла слишком толстую проволоку. Здесь у меня 28 гейдж. Вот, видите. А надо было, наверное, вообще 24 на 26, что ли. Вот, но мне показалось, что я была права. Вот, кроме того, когда я все разобрала, почистила от грязи, она была достаточно грязная. Вот, и двух кристаллов не хватало. В общем, кристаллы вклеились. Ну, вот такая она теперь. И эти бусинки, они не двигаются, как было это. Вот, ого, потому что там была нитка, напоминаю. Ну, застегивается, расстегивается, все в порядке. И, кроме того, это не Мириам Хаскелл. Это кто-то другой напридумывал. Не знаю, что за компания. Забыли они пометить. Да, вот эти листики, они тоже примотаны, но они все равно некую подвижность имеют. Вот, вот здесь я лучше примотала, меньше двигается. Но никуда не деться от этого. Они не потеряются, я точно знаю. Каждый лист примотан двумя кусками проволоки. Через три дырочки я сделала вот так. То есть, одной проволочкой через две и с другой стороны тоже через две. Двигаться он все равно будет. Никуда не деться. Ну что, не буду долго застревать. И сейчас на фоне мы видим то самое приспособление, о котором я говорила. И здесь есть свет. Вот, видите, это лупа для увеличения. Очень удобно. Вот эти три опоры. И манипуляторы с зажимами, которые тоже удобно можно повернуть. Я думаю, что это приспособление незаменимо для пайки. Но для вклеивания кристаллов тоже очень хорошо. Так, все, указали. Уберу от греха. А то еще сочтут, что рекламирую. Нет, не рекламирую. Никто меня не просил. Просто делюсь впечатлениями. У меня несколько посылок. Давайте откроем. А, вот тут. А, скрывашка есть. Ладно. Бывает. Это брошка. Там больше ничего нет. Коробочка какая-то старенькая. Старенькая что-то. А, я же купила еще одного мешутку. Ой, камера теперь высокая. Вот что. Я купила еще одного мешутку. Парец пока не зажил. Придется все равно его заматывать. Ну, он зажил. Смотрите, какой он. Весь такой подвижный. Он буквально вот весь живой. Мишка. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И руками машет, и ногами, и головой крутит. Вот такой мешутка классный. Просто замечательный мишка. Ну-ка. Что-то света как-то то ли много, то ли мало. Не могу понять никак. Итак, маркировка. Есть чего нет? Не знаю. Я не вижу. Я не вижу маркировку. Не видно. А вот такой мешутка. Веселенький. Не знаю, сколько винтажный. Если кто-то знает что-то об этой брошке, мне почему-то... То есть, мне такие мишки встречаются не периодически. Вот эти вот подвижные. Но впервые я его купила. Вот. Если кто-то поможет идентифицировать производителя, буду благодарна очень даже. У меня такое чувство, что был раньше, маркировался он, а? Так. Лежи здесь. Нет, давайте уберу в сторону, потому что очень неудобно будет вскрывать посылки. Так. Ещё одна брошка. Так. В каждой посылке, по-моему, по одной. Нет, в одной посылке должно быть два украшения. Я сейчас... Не помню, там каждая ожерелье и кольцо. О, да, очень редкая покупка в кольцо. Да. Вот. Ну, не в этой посылке, по-моему. Ожерелье всё-таки заняло бы больше. Слычка. Здесь что-то интересное, в любом случае. О, да. Здесь значок. Посмотрите, какой нашёлся значок интересный. У нас эмаль. И эта эмаль горячая. О, какой. Аляска. Ага. The best of Аляска. Сейчас я уточню. У мужа. Ну, полярный медведь, это ясно. Вот это кодиак, по-моему, называется. Медведь. Такой бурый, большой медведь. А это голубой медведь, мне кажется. Но у него тоже есть какое-то особенное имя. Сейчас я мужу спрошу. Так. Информация, до которой я могла дотумкать вообще сама. Итак, как я сказала. Polar Bear. Это кодиак. Но тот же самый медведь водится и у нас в России. Это бурый медведь, который вот называется. А это Black Bear. Черный медведь. Самый большой, конечно же, полярный. Потом по размерам идет вот этот очень крупный медведь. А вот этот медведь, он относительно небольшой. По сравнению с этими двумя. Небольшой. Он примерно размером с человека. Но он тоже очень опасен. Опасный хищник. И встречи с ним, конечно, никто не хочет. Вот. И, по-моему, они у нас даже тут водятся. Как-то я приходила за дочкой в школу. И мне нужно было зайти в школу с учителем, встретиться с нашим. И по радио объявили, чтобы не выходил никто из школы. Потому что на парковке ходит медведь. Скорее всего, вот такой. Потому что, ну, вот это было бы слишком. Вот. Ну, да. И маркировка же есть тут какая-то. Давайте посмотрим. Такс. Ой, что-то много так написано. Слушайте, я не смогу прочесть. Смотрите, читайте. Когда-то там давно, еще в Советском Союзе, я не занималась значками. Но какая-то часть из них у меня все-таки была штук 15, наверное, значков. Именно. Не брошек. Брошки меня не интересовали абсолютно. И вот значками я называла то, что не имело никаких кристаллов. Ну, как здесь, например. Это были для меня значки. Даже если сюда приклеить хотя бы один кристалл, ну, вот глаз, допустим, медведя, да, для меня это сразу становилось брошкой. Там, где есть кристаллы, там брошки. Но сегодня я поняла совершенно по-другому классифицирую это все. Все, что посвящено какой-то дате, месту, событию, человеку. И имеет напечатанную, пропечатанную информацию, какой-то текст, тем более. Может и без текста, но однако, как здесь, например, да. Это значки. Даже если они имеют кристаллы, это все равно значки. Знак. А если же? Это просто чья-то фантазия. Такой, как сказать, piece of art. Как здесь. Как здесь. Это уже брошки. То есть, все, что не имеет, не привязано ни к какому ни к событию, ни к зданию, ни к месту, ни к чего-то там, не знаю, ни к Олимпиаде, ни к какой выставке. Ну, в общем, вот, это брошки. Просто чистый арт. Чей-то полет фантазии. То есть, матрешки с ведрами и без ведер. Девушки-красавицы. Так вот. Это все. Не значки. Это. Ой, смотрите, он сидит. Ой, нет, не сидит. То сидит, то не сидит. Вот так. Ой, ничего не видно. Ну, в любом случае, я сейчас уберу это пока в сторону, чтобы мне не мешало открывать следующую посылку. Так. Давайте вот еще посылка. Их прям несколько сегодня у меня. Так что еще, еще три. Ох, я. Какая жадина говядина. Ой, ну запаковали так, запаковали. Да что ж так. Высокая вот эта камера. Потому что я поставила другую треногу, высокую. А теперь надо приловчиться, чтобы попадать в пулезрение этой камеры. Ой, опять. Вот видите, как? Уж запаковали. Как следует. Ну, молодцы еще. Я всегда пишу в отзыве, что хорошо упаковано, надежно. Замечательно. Ой, слушайте, вот эта дама, я уже знаю, что это, я уже нащупала. Там, по-моему, продавец женщина. Она писала, что их завалило снегом и кругом, льдом. В общем, лед кругом и почта не работала. И она очень волновалась, что я передумаю покупать. И извинялась, 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 извинялась каждый день. Недели две назад я купила ее. Может, или больше даже. Брошь маркированным. Вот такая высокая черепашка. Это не стекло, это... Слышите, как мягко, да? Это люцид. Маргировка только... Ой, ну, давайте, читайте, а. Дженни. Или Дженни. Куда ударение тут ставить? Первая брошь от этой компании у меня в коллекции. Такая черепашка появилась для нашей животной. Так, снова вскроем. Другая посылка. Извиняюсь, если видео получится длинно. Я сама очень неохотно смотрю длинные видео. Ну, не знаю. Пишу прощения. Так, ага. Это вот совсем на днях купилась. Да, это лот. Я забыла про него. Лот, две броши. Смотрите, какая крупная брошь. Очень-очень крупная. Сантиметров девять. Я думаю, украшена кристаллами. Красиво. Мне захотелось ее выгулить, когда я ее только увидела на фото. Так, а есть ли маркировка? Нет, маркировки здесь нет. Да, я помню, что... Но здесь уже пайка. Это не клепано. Изначает, что это, в общем, где-то относительно современное что-то. Ну, возможно, в 80-е. Может, и 70-е. Тоже уже в 70-е паяли вовсю. И так, вот еще одна брошь. Вот такой вот бантик, не бантик. Наверное, бантик. Наверное, надо вот так его располагать. И, скорее всего, это одна компания. Мне кажется, что очень похожа обработка. Брашировка, кристаллы. Ну, в общем, какой-то полет фантазии. Так, одно из другого как бы. Логично. И очень похуже чем-то. Ну, кроме брашировки тоже. Я имею в виду. Да, и кристаллов вот уже не хватает. И здесь, очевидно, должно было быть по серебрению 2 тонна металла. Но серебрению куда-то как-то не очень было, видимо, аккуратно нанесено. Потому что золото все равно просматривается. Окей. Вот так. Большая тоже крупная брошь. Еще крупнее, чем эта. Так. Теперь вот эту посолку откроем. Надо было мне приготовить... Сейчас скажу, как назвать. Специальный нож. Вот я... Он у нас есть, но он весь там. На первом этаже, а я сейчас на втором. На первом этаже. Ссылка. У нас есть целых 2 таких кулечка. Итак, вот такой дракон. Ой. смотрите какой дракон сказать мне пока много нечего я еще но это винтажное украшение я вижу это по замочку так что там написано limited edition париж парень видите французская брошка и и я вижу что это ой смотрите она еще и вверх открывается то есть достается игла вверх так вот но я же дракон я же родилась в год дракона но и этот мне очень понравился смотрите у него в лапе а вот это лапа просто ну что-то тут держит в лапе веточку какой-то в короне недорогой был совсем не могла пропустить такую не хватает ширины ладонях чтобы ухватиться за коробку здесь не наверно не справится а здесь возможно два украшения да это оно я надеюсь что они положили оба да я люблю ожерелье всякие разные очень люблю смотрите настоящий жемчуг ну скорее всего это fresh water речной пресноводный и вот ой обратная сторона и вот здесь по моему моркозиты а может не моркозиты или кристаллы а кристаллы до сверкают кристаллы и вот такая бусинка вот такой ожерелье по моему это не чокер нет в общем я его приведу в порядок да кстати ультразвуковые машинки исключение пользоваться вот в таких вот деликатных случаях то есть янтарь жемчуг так ну в общем натуральные камни я тоже не рекомендую чистить ультразвуковых этих машинках стекло да ради бога а вот такие деликатные вещи так и здесь смотрите какое колечко это рубины я думаю что на этот палец только налезет мне рубины и кубик циркония вот такое колечко классненько ой нет большой здесь очень 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 большое сюда не налезет вот сюда тоже ну ладно значит будет здесь и говорила что то нашу кольца только на левой руке на этом пальце на среднем и на безымянном смотрите какое красивое колечко и думаю что по моему это серебро где маркировка у него должна быть на ободке да вон маркировка 925 есть ли еще что-нибудь хоть слово так он еще что-то пишут серебряное колечко очевидно она позолочена но я его сначала приведу в порядок и покажу снова и так я распаковала все посылки теперь когда все приведено в порядок все помыто и почищено в общем делаю финальную выкладку вот это колечко я хочу начать с него то есть это настоящие рубины и не синтезированные а самые природные рубины и сейчас я вам это докажу смотрите и так только очень маленький свет смотрите как они светятся извиняюсь нет фокуса но потому что очень много предметов на фоне здесь именно такое колечко с настоящими природными рубинами нет здесь вот здесь вот наверное как раз о том что это голод так плетет а вот здесь вот ой видно не знаю как показать фонд 925 ешь ногами вот очень классное кольцо просто замечательно я очень ему рада и очень удобно я люблю вот такие тонкие кольца я покажу какой я приобрела как приобрела органайзер для колец это у меня очень старое кольцо но это куплено было в 90-е кольцо серебряное и наверное кубик циркония здесь тоже так это лунный камень он красивый светится и сиреневым видно таким лавандовым ли так здесь у меня колечко с эмалью и марказитами это джуди джек компания там есть маркировка это кольцо подруги а вот это кольцо мне подарила моя бабушка когда мне исполнилось 18 лет и это было где-то в начале восьмидесятых по моему или 16 лет мне исполнилось тогда чуть забыла я не помню сколько мне лет тогда был так ну вот это кольцо по еще не показывала колечко с так наверное с аппаритовым стеклом то есть то что это стекло это абсолютно точно это не опалы и колечко простое единственное что в нем очень хорошая такая пружина которая делает его безразмерным вот это колечко там я тоже не показывала вот такое широкое кольцо мне очень неудобно я не очень такие люблю но все равно надеваю так это я показывала это я тоже показывала кольцо это по-моему не джуди джек здесь кубик циркония марказиты и кольцо серебряное вот у меня все больше других нет это все мои кольца и вот в их компании прибыло еще одно классное колечко замечательный дракон я думаю что он очень винтажный я думаю что наверное это но пятидесятые шестидесятые потому что у него игла достается вверх вон видите вверх щель направлен это Любаша там где-то царапается прячется в шкафу и признаки жизни подает немножечко видите обшарпанный он наверное был весь весь наверное такой вот матовый но у него пообтерлось некая потертость есть мне очень нравится эта брошка и у него о том что это limited edition мне думается и пари париж вот такая маркировка другой я не нашла так на медведя я тоже не нашла никакой маркировки он сидит как хороший мальчик пусть сидит вот к этой брошки я нашла ее родную сестру в моей коллекции есть еще одна брошь от компании спир это копье переводится и вот вот такая тогда всегда очень сложная маркировка вот здесь 87 год 1987 написано а вот здесь вон она так 1984 то есть значки винтажные то есть я считаю что вот это значок ну и вот это наверно тоже а здесь ничего не написано но это и все-таки видимо посвящено животному миру аляски вот эти две броши я их привела в порядок помыла их кристаллы теперь чистые сверкают они были грязными так они были чумазыми теперь на них грязи нет ну такая знаете на липлость какая-то липкая что-то такое маркировки я не нашла никакой однако в свои волшебные очки я увидела что у них высокие столики так вот у этих кристаллов или у той брошки нет вот об этой не буду пожалуй придумывать я не уверена высокий лип здесь а вот в этой брошки они абсолютно точно высокие и это означает что это брошки винтажные скорее всего и это тоже я думаю что они где-нибудь так в одно время и были куплены и даже производитель у них где-то должен быть примерно один уж очень дизайны как-то схожи пока я чистила эту брошь от клея и отвалилось очень много кристаллов вы сейчас видите все эти вакансии их нужно будет приклеить вот и здесь винтажные кристаллы винтажные с желтой вот я покажу отвалившиеся кристаллы вот те что нет вот эти вместе с амальгамой эти в порядке их можно обратно и у них желтое покрытие золотистое это говорит о том что кристаллы винтажные потому что современные кристаллы сваровски покрывают серебристой краской теперь не золотистой вот эти вот потеряли свою амальгаму ну ладно у меня есть кристаллы я правда не винтажные но все же ну и вот такая вот красивая брошка теперь она хоть сверкает не замазана клеем и серебристая вот там что-то было это оказалось вообще такая краска какая-то она она отлетала осыпалась просто уже ну как как будто это порошок какой-то и я ее буквально ацетоном все смывала поэтому в общем очень много кристаллов отвалилось потому что чем я только не смывала это все ну в общем есть чем заняться да и теперь вот это ожерелье очень красивое я нашла у него маркировку маркировка на замочке на самом барашке ой сейчас не знаю есть так фокус 925 стоит вот на подвижном элементе барашек да называется на нем и вот на этой части декоративной есть еще одна маркировка и так 925 по-моему там написано что это еще что-то в общем написано и чайная я вижу ну и скорее всего голд плейтед или голдфилд очень красивые жемчужины они отражают в себе как положено настоящему жемчугу а отражается в них все как в зеркале это здорово да и вот здесь кубики циркония вот на этой части украшены очень красивое ожерелье или это колье ожерелье буду называть потому что люблю так называть и так так кажется это все ой колечко красивое колечко и я помыла вот эту брошку хотя в общем она была в хорошем состоянии можно было ее не трогать и немного поцарапан люцитовый вот люцитовая вставочка я бы назвала эту брошку леденец хоть здесь и люцит вставлен не кристалл а все равно это я вот называю такие брошки леденцами и так маркирована брошка дженни это первая брошь от этой компании в моей коллекции я могу рассказать совсем много вот ровно то что я нашла на единственном то есть единственный источник информации только посмотрела и если я правильно произнесу его фамилию марк доттенхем организовал и начал свой бизнес в 1000 в октябре 1919 года и компания закрылась сразу после его смерти в 1960 году то есть все украшения от этой компании считаются ну вот таким высоко как бы востребованы среди коллекционеров и собирателей винтажных украшений вот у меня появилась первая брошь от этой компании я очень рада по моему у меня нет ничего от этой компании я я не помню чтобы когда-нибудь было не попадалась часто бижутерия с такой маркировкой ну вот с нетерпением жду ваши комментарии по поводу моего ремонта и по поводу в общем любого украшения здесь да еще кольцо забыл забылось снять свое красивое новое колечко вот с нетерпением жду ваши комментарии спасибо большое за внимание всем кто зашел ко мне в гости и моим старым и новым друзьям всего вам доброго будьте здоровы берегите себя и своих близких пока-пока